Привет друзья! Все о нашем здоровье на одном канале. Начнем с самого неприятного. А кто обещал, что будет только приятное? Мы уже затрагивали тему паразитов сознания, но есть еще и паразиты тела, самый коварный враг. Присутствие паразитов редко проявляется в прямых симптоматических признаках. Паразиты тела ведут себя тихо, они не заинтересованы в своем обнаружении. Человек чувствует себя вроде бы неплохо, но в то же время внутри у него творится такое. Лучше обойдемся без подробностей. Многие брезгливо отмахнутся. Ну уж нет, меня это не касается. Это где-то далеко в Африке или у бомжей, а я руки мою и зубы чищу. И чувствую себя великолепно. Как бы не так. Хорошее самочувствие обманчиво и длится оно до поры до времени, пока процент заражения не превысил определенную норму. Хотя едва ли здесь можно говорить о какой-то норме. Если внутри меня и за счет меня живут какие-то твари, разве могу я с этим мириться? Мало кто об этом осведомлен. Но разновидностей паразитов от всевозможных червей до простейших одноклеточных и грибов насчитывается больше, чем всех остальных видов вместе взятых. Также ни один человек не может достоверно знать, что у него там внутри, если никогда не занимался специальной чисткой. Чем болел этот человек? Да чем угодно. В основании пирамиды едва ли не всех болезней лежит заражение паразитами. И населять они могут не только кишечник, но и любой внутренний орган, в том числе мозг и кровь. Ортодоксальные врачи долгое время агрессивно противились данному факту. Как это так? Кровь стерильна. В ней не может быть ничего инородного. Так было до тех пор, пока их не ткнули в сильный микроскоп и не показали, что в крови плавают комки непереваренной пищи, грибы и даже личинки червей. Они так давно были обнародованы еще и снимки, где видно, как в ходе операции из пульсирующего сердца извлекают вгрызшихся паразитов. Их тащат пинцетом, а они извиваются и упираются. Человек до поры до времени чувствует себя более-менее хорошо в этом отвратительном сожительстве. Но вот наступает момент, когда границы дозволенного пройдены, и тогда былое здоровье начинает разваливаться на глазах, как карточный домик. Больному ставится диагноз, являющийся следствием непонятно чего. Такова истинная и неприглядная сторона нашей действительности. Как же выдворить непрошенных гостей из своего тела? Некоторые народы интуитивно ввели в повседневный рацион растения с ярко выраженными антипаразитными свойствами. Например, в Англии и Израиле это чеснок. В Индии множество приправ. В Мексике острый перец. В России хрен, редька, горчица. Эти и другие добавки неплохо употреблять постоянно. Однако далеко не всех паразитов можно вывести таким способом. Необходимо прежде всего пройти антипаразитную программу. Прекрасным и наиболее эффективным видом очищения от слизи является голодание, особенно сухое. При голодании слизь выводится, паразиты остаются без еды. Часть их уходит, часть сдохнет с голоду. Поэтому рекомендую вводить голодание в свой образ жизни сыроеда, хотя бы один день в неделю. Паразиты плохо переносят горькие и кислые вкусы. Эти вкусы также стимулируют выделение желчи, а желчь также создает среду, в которой паразитам сложно выживать. Таким вкусом обладают многие травы, листья подорожника, одуванчика, лопуха. Их можно включать в зеленые коктейли, приправлять салаты. Антипаразитным действием обладают также крапива, петрушка, листья малины, земляники, черники, мята, чеснок, лук. Некоторых паразитов изгоняют соки моркови и тыквы. Из кислых вкусов против паразитов действует сок лимона, лучше разбавлять один к одному или один к двум, сок граната и настой гранатовых корок, кислые сорта яблок, калина, черника, смородина, крыжовник. Употребление всех этих продуктов в своем сыроедческом рационе, наряду с вышеперечисленными чистками и регулярными голоданиями, позволят эффективно избавляться от паразитов. Результатом является сокращение очистительных кризисов в переходный период сыроедения, нормализация веса, сокращение количества употребляемой пищи и желание много кушать, меньше вероятность срывов, больше сил и энергии. А на этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.